В Московском фестивале вот прям начинают через две минуты, но мы решили туда послать продюсеров, а сюда послать меня. Поэтому Московский фестиваль не очень дождется. Я, к сожалению, небольшой мастак читать лекции. И я всегда не очень, как бы, не очень знаю, как бы с чего начинать. И здесь, значит, заявлено, что в 2017 году, то что в 2017 году, я не знаю, что будет. Но вот то, что действительно интересно и то, что важно, мне кажется, что... как бы искусство и наука, они движутся, чем разные виды искусства, движутся к определенной синергии. И мне кажется, что, на самом деле, с течением времени как бы должно происходить все больше сращивания абсолютно разных подходов к изучению мира. Потому что есть подход художественный, есть подход научный. И вот то, что я наблюдаю, это выезжая за пределы России. В России это начинается то, что будущее засращивания. Собственно говоря, мы в нашем фильме пошли таким же путем. Мы привлекали для работы в картине людей из абсолютно разных миров художественных. Потому что, как бы, не секрет, что, допустим, кинематографисты мало общаются с художниками, люди из архитектурной среды мало общаются с кинематографистами, с театральными людьми и так далее, и так далее, и так далее. И, собственно говоря, одна из задач нашей картины, это была попытка выстроить как бы некую платформу для диалога абсолютно разных направлений мысли. То есть, допустим, поскольку у нас картина в некоторой степени футуристическая, да, и она связана вообще с современным искусством, она вообще связана с архитектурой и много с чем, да, мы решили, что, да, в центре картины, как бы, есть проект здания. Мы решили устроить конкурсы, как бы, и в интернете. И пришло более 160 работ абсолютно из разных городов, абсолютно были очень известные архитекторы, были очень неизвестные архитекторы, да. И, таким образом, мы выбрали одну работу абсолютно молодых ребят, у которых, как бы, ну, нету там по-разному, учитывая всю сложность нашей жизни и учитывая кризис, что у них, как бы, мало сейчас возможностей, чтобы их здание воплотилось, мы его построили компьютерным способом. При этом, как бы, при этом ребята, которые, как бы, это здание делали, находились абсолютно в разных точках пространства, начиная от Украины и заканчивая Мумбаи. Вот, и нам кажется, что это, как бы, удачный пример соединения на платформе кино абсолютно, как бы, абсолютно разных миров. То же самое мы делали с, собственно говоря, с художественными выставками, да, потому, что у нас очень много было молодых питерских ребят, которые мы искали, в основном искала моя жена, да, который художник картины, много, много скульптуры, которые мы тоже, которые мы тоже как-то, которые мы тоже как-то присоединили к фильму, да. То же самое мы поступали, то же самое мы поступали с костюмом, да, потому что у нас работали, работа там, не все, но некоторые костюмы сделал замечательный дизайнер Фёдора Взианова, который живёт на Украине, который абсолютно никогда не работал в кино. И таким образом, через соединение абсолютно разных людей, которые никогда не имели отношения к кинематографу, мы попробовали в некой синергии придумать визуальность, выйти за пределы кинематографа. То же самое мы продолжаем делать и после выхода фильма. Сейчас у нас в Московском музее современного искусства проходит достаточно большая выставка, посвящённая фильму. И дальше выставка в каком-то виде. Куратор Елена Акопная и Антония Чаузова, очень известный, куратор московский, она поедет по региону. К чему я всё это говорю? Мне кажется, важно, что мы существуем, как бы, очевидно, что в пространстве некой культурной деградации. Когда говорят, что у нас из страны уехало за два года 200 тысяч человек, да, молодец, недавно сказал, что это не так, уехало на самом деле 400, да? Понятно, что уезжают наиболее востребованные в мире, ребята уезжают, как бы, выпускники хороших школ математических, уезжают выпускники, как бы, университетов. Мы абсолютно чётко наблюдаем, как бы, истоншение, истоншение культурной среды. И поэтому, поэтому, поэтому мне кажется, что, как бы, будущее за... Если говорить по 2017 год, это все мои мысли по 2017 год, да? Как бы, если мы хотим остановить вот это, как бы, истоншение сложного, да, то будущее, безусловно, за теми институциями, которые, мне кажется, в Питере необходимы, да, которые будут объединять разные, разные, так сказать, области культуры и науки, да, потому что этого не хватает, да, потому что нам абсолютно чётко, абсолютно чётко нужны, как бы, такие условно-культурные технопарки, вот. И эту задачу во многом, да, вот это, собирая людей, мы ставили, когда мы делали фильм. Значит, дальше я... Вы скажете, о чём интересно говорить? Ну, то есть, я не очень, я не очень разбираюсь в кодеках, да? Да, то есть, я абсолютно, я, как ты готова, не очень разбираюсь в 2017 году. Скажите, скажите, что, что, что интересно, по киматору в российский? Нет, давайте сначала, нет, про любовь, во что? Добрый день. Я вам просто про ватник архитектора. Причём, простите. Ватник архитектором ваших фильмов. Да. Да, просто стопроцентное попадание в современные реалии, как это у вас получилось? Спасибо. Это история по синергию. Это было придумано отчасти, как бы, Лена Иокупной и Фёдором Вазиановым достаточно давно, за два года. Вот. И, собственно говоря, тогда ещё не было вот этого названия ватник, который мне крайне не нравится. И вот так получилось, да, и как-то это ещё наслажды наложилось на какие-то вещи, в некоторой степени антиглобалистские, о которых он говорит. Да, потому что, как бы, потому что я считаю, что мы, как бы, культурно невероятно проигрываем. Да, вот, как бы, я вот сейчас там был на московском фестивале, на бесконференции, да, несколько дней назад. У меня есть там с чем сравнить, да, ощущение, что мы становимся абсолютно культурной провинцией. И эти какие-то близкие для меня вещи он говорит. А когда он ещё одел ватник, то получил уж совсем какое-то, какое-то вот такое политическое высказывание, которое мы не хотели. Потому что, ну, не было в этом мысли. Ну, смотрите, у меня ощущение от российского, у меня ощущение от российского кинематографа достаточно печальное. Потому что российский кинематограф, в принципе, у него много проблем. Как бы, во-первых, у него для, как бы, серьёзного кино ключевая проблема – это сокращение базы. Поскольку идёт достаточно большая миграция из страны, то условно вопрос коммуникации кино, которое сделано какими-то сложно сочинёнными предложениями, говорит ещё меньше с кем. Это просто видно по Москве, да, потому что, когда в Москву приходишь, печально, мне это очень не нравится, да. У меня там каждый третий, третий или четвёртый товарищ говорит, что он делает вид на жительство, или так далее, и надеюсь, это не прекратится. Как бы, но, в принципе, в принципе, мне кажется, что российский кинематограф становится таким аналогом, как глузона польского, да. Потому что у нас страна, там, в чём уважении в Больше, у нас страна, там, в два с половиной раза больше, если не в три, да, если не в три, если не в три, спарит. Потому что у нас существует очень чёткое разделение на комедии. Да, они хуже, чем на американские на них ходят. У нас, как бы, существует очень чёткое разделение на патриотические брокбастеры. Патриотические брокбастеры — это то, что с избытком финансируется государством. Патриотические брокбастеры — это кто, наверное, на что село огромное количество продюсеров, и они на этом кормятся. Это невероятно удобный способ обеспечивать себе его ремонт, потому что патриотический блокбаст, как вы понимаете, невозможно измерить, потому что нет еще единицы, там три единицы патриотизма или пять единиц патриотизма, соответственно, как бы патриотизм нужен-нужен, деньги надо вколачивать, надо вколачивать, люди на этом кормятся, но в принципе, с каждым годом их процент все больше, 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 больше растет, значит, существуют какие-то приличные картины, их там пять-десять, в год, в половине снимается Данила Козловский, если не дай бог Данила Козловский решит куда-нибудь уехать, непонятно, что будет с нашим кинематографом, наш кинематограф должен сказать мне спасибо, поскольку я открыл Данила Козловского, значит, вот ведь хоть-хоть что-то я сделал, значит, и существует какой-то узкий сегмент так называемого авторского кино, который, как правило, представлены в фестивале Кинотавра, это там 10-12 картин в год, там из них 6 приличные, значит, 7, и существует еще 2-3 картины в год, которые пробиваются на основные мировые фестивали. При этом этот кинематограф в некотором роде сознательно вытравливается из нашей жизни, то есть я абсолютно не уверен, что фестиваль Кинотавра там посуществует еще 2-3 года. Этот кинематограф как бы неудобный, но парадоксальная ситуация, что этот кинематограф даже в мире не занимает ту роль, которую когда-то, условно, занимал советский. Да, потому что все-таки Советский Союз был интересен. Соответственно, по большому счету мы не занимаем никакое значимое место в культурном мировом пространстве, мы не занимаем. Да, это может нравиться, это может не нравиться, но это как бы, но это так. Да, как бы все последние успехи, условно, там, фильма Звягинцева, о котором все говорили, который получил золотой глобус, но там заработали немножко денег в Америке, да, какие-то деньги здесь, все. Вот, поэтому это печально, плюс кино утратило функцию разговора. Кино утратило функцию российская, того, что формирует мировоззрение, того, что затрагивает, как мне кажется, ну, помимо двух-трех картин, там, в лучшем случае, две картины в год, да, затрагивает какие-то корневые, какие-то корневые вещи. Короче говоря, все, к чему я говорю, что если завтра отменят дорожское кино, ничего не изменится. То есть, как бы, люди будут ходить так же в кинотеатры, остальные, ну, хорошо, как бы, будет американское кино и Данила Козловская, все, ничего не изменится. Ну, вот, как бы, это, это, безусловно, это, безусловно, печально, но это, как бы, тот мир, тот мир, в котором мы, как бы, мы, 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 мы живем. На ваш взгляд, если вот тот договор, который, если я не ошибаюсь, был подписан на ПЭФе по развитию лент-фильма, будет все-таки реализован, что из этого получится и есть это плюс для лент-фильма? Ну, вы знаете, проблема лент-фильма, прежде всего, помимо того, что у него хотели оттянуть территорию, как вы знаете, фактически, фактически оттянуть, довели мою бедную маму, значит, да, потому что разрезали на две части, там, звонили, угрожали прокуратуру, неважно, да, все-таки, как бы, лент-фильм отбили. У нас же, ну, как, собственно говоря, как-то, Ефтушенко, ЗАВК-система решила это все хапнуть. Ну, как бы, слава богу, не получилось, да, там, все-таки, там масса обстоятельств. Проблема лент-фильма состоит, как бы, не в том, что там поставить новую оборудовую. Там поставить новую оборудовую. Как бы, на студии сейчас можно снимать, я вам могу сказать, потому что, вот, как бы, огромное количество работ делаю на лент-фильме. Все, что рассказывают, что там невозможно пройти, там все падает, ну, это вранье. Но, как бы, на мой взгляд, ключевая проблема не только лент-фильма, а вообще нашей системы, да, что мы строим инфраструктуру, но не вкладываем в людей. И я, причем моему уважению, я, к тому, что происходит с ним фильмы, это правильно то, что происходит. Я считаю, что через, там, пять лет там будет некому работать. Понимаете? Потому что, а кто будет писать сценарии? Кто будет снимать фильмы? Потому что, как бы, не хватает молодых, потому что, условно, нужен молодой Литар Рязанов, да, но в идеале, тут, к примеру, да, этого нет. Питерский институт кино и телевидения, или университет уже, да, он никого не готовит, или готовит омерзительно. Они выпускают два, три, четыре приличных студента в год, и на этом, как бы, хорошо, пять. И на этом все, на этом все, на этом все заканчивается. Так, на мой взгляд, это какая-то стала, честно говоря, машинкой по извлечению денег для руководства. Ну, на мой взгляд, значит, и, соответственно, кардинальный путь, который может это изменить, это создание вокруг студии, как бы, некой такой культурной англомерации, да, где существуют и выставки, то есть выйти за пределы, условно, только производящей истории. Где происходят выставки, где есть мастер-классы, где есть какие, куда приезжают, значит, куда приезжают ведущие лекторы и так далее, и так далее. Надо сказать, что мы с женой сделали такой проект для того, чтобы просто насытить какой-то, какой-то энергией студию. Нам, естественно, все отказали финансирование, не потому что мы хотели, все, мы ничего для себя не хотели. Мне просто хочется, чтобы на лифинге было много живых молодых лиц, как бы. Вот и без этого, без этого, это все навернется, потому что еще то санкции, была вероятность, что сюда поедут иностранцы. Иностранцы не поедут. Есть еще одна история, о которой сейчас все стыдливо молчат, никто об этом не говорит. На самом деле, как бы, культурный бойкот, он есть. Как бы, он все-таки четко введет сейчас, хоть в страны. Это мало, об этом мало кто знает, да, потому что начальники боятся об этом говорить, кимитографисты как бы не хотят, но, допустим, Каннский фестиваль и фестиваль в Каррухварах, абсолютно, и часть других фестивалей абсолютно жестко и безапелляционно завернули все русские проекты, кроме короткометражек. Поэтому, как бы, это тоже влияет. Поэтому, как бы, это долгий путь, этот путь, там, 6-7-8 лет. Но, мне кажется, принципиально смена руководства Питерского института. Но сменить его невозможно, потому что у него очень сильные покровители, которые дружат с самым главным начальником. Вот. Поэтому, там, люди пытаются это сделать, но, по этим, тогда что-то будет. Нет, нет. Ну, я, 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 я не сказал, об этом говорил, значит, дальше мне руководство этого института, значит, отвечал в газетах, говорил, смотрите, все не так. Вот у нас есть Максим Дроздов, он получил даже в Венеции приз. Я уж не стал с ними спорить, потому что приз за мою картину получил, я его нашел, я его вытащил и так далее. Но дело не в этом. Вот так вот. Мы сейчас будем снимать фильм под названием «Довлатов». Как бы, соответственно, это 4, это 4 дня, 4 дня из жизни «Довлатов», то есть мы абсолютно не уверены, что нам, как бы, разрешат это сделать. Может, разрешат, может, не разрешат, значит, но мы, во всяком случае, за этим, как бы, в некотором роде боремся. Мы долгое время ходили по чиновникам, и, значит, нам все чиновники говорили, что «Довлатов» никому не интересен. Как бы, моя любимая история, я ее всем рассказываю, буду продолжать рассказывать, потому что я сидел как идиот, я говорю, ну как же, вот его читают, вот, надо говорить, нет, 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 это все, это не время, никто его не читает. Мы провели общероссийские опросы, сказали Леваду Центру по поводу, хотели бы посмотреть, если мы «Довлатов». И 28,6% наших стратичных сказали, что хотели бы, то есть, как бы, условно, 41 миллион. Поэтому дальше мы начали ходить с цифрами. Они только к нам говорят, чтобы неинтересно «Довлатов». Мы фига к цифрике, они затыкались как-то. Вот посмотрим, мы будем сейчас пробовать, как мы начинаем. Там вопрос, 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 кто должен сыграть «Довлатов». Да, потому что, как бы, помимо того, что он был, как минимум, довольно высокого роста, там была какая-то невероятная нежность, тонкость внутри и так далее. Очень много людей предлагают, говорят, давайте сыграет Дюжев. Или давайте сыграет, давайте сыграет, давайте сыграет, давайте сыграет там кто-то еще. Очень много сейчас артистов начали писать на почту, приходят, говорят, я хочу сыграть «Довлатова», я метр девяносто шесть. Приходит другой, говорит, я очень тонкий, я два десять. Ну, как бы, непонятно, потому что, как бы, ключевая проблема в том, которая, опять же, упирается в проблему образования, да, что у нас очень мало хороших актерских курсов, и молодых не так много, да, и поэтому, как бы, это будет долгий поиск. Вот, кстати, за что, чем я горжусь, что у нас, как бы, премьера в Москве, да, ведь мы не сделали, у нас денег не было, извините. Вот, но, что вышли, все фотографируются, я увидел, что у нас огромное количество дебютантов, студентов. Я подумал, что там, кому-то кино нравится, кому-то кино не нравится, но это уже круто, вот. Поэтому с Довлатова мы будем, но, опять же, вот, проблема, что, как бы, проблема, что с ним делать, да, потому что без выдающегося, замечательного актера, это все, как бы, предприятие, которое будет, как бы, сомнительно, ну, как, сомнительного свойства. Ну, Говоротин сейчас, Говоротин сейчас снял фильм по, этому самому, по компромиссу. Но там какой-то актер играет, и, по-моему, он какой-то слишком такой, не знаю, я не знаю, хорошо, что он плохой, может, замечательный, ну, по-моему, какой-то слишком такой симпатичный, какой-то, не знаю, такой слишком гладкий, вот. Ну, будем пробовать, мы, кстати, абсолютно открыты, мы будем пробовать и актеров, и не актеров, и музыкантов, и не музыкантов. А Пуски Пайлисов ты играешь? Чего? Пуски Пайлисов? Послушайте, у нас, у нас Довлатова 30 лет в кино, то есть у нас 71-й год. Едерей Бадарат, Рубородский, все, ну, вся компания. Они еще молодые. Пуски Пайлисов, ну, как бы, если, Пуски Пайлис хороший, но ему, как бы, ну, подтяжка, ну, как бы, есть возрастные вещи, да, то есть. Нет, я уважаю Пуски Пайлисов, мы друзья, я это не хотел обижать подтяжку. Просто есть возрастные вещи, очевидные. Нет, ну, послушайте, много, много, уже почему-то вся Москва утверждает, что утвержден орган. Все говорят, ну, что, ну, все, ну, орган снимается. Нет, ну, мы говорили, с органом он будет пробоваться, получится, не получится, я не знаю. Но, ну, вот, как бы так, сложнейшая, сложнейшая задача. А можете подробнее рассказать про вас строительство нового, по привлечению новых лиц? Он еще действует или... Он будет действовать до того, смотрите, как происходит кастинг. Я не люблю это слово кастинг, он, как бы, происходит таким образом. Значит, мы в какой-то, ну, в какой-то момент, ну, мы делали это так же на последней картине, у нас была страница ВКонтакте, и можно было посылать, и, по-моему, в Фейсбуке, можно было посылать все эти самые, все фотографии. А я не слышу, что она и половина, что вы говорите. А можно попросить? Люда. Вы говорили о проекте, вы говорили о проекте вашей совместной с женой по привлечению новых лиц. Я правильно поняла? Он не сразу актер? Да, да, все, все, понял. Извините, я просто не услышал. Послушайте, ну, я бы это и ее идея, она абсолютно, как бы, она абсолютно правильная. Она, как бы, состояла в том, что надо создавать пространство, где встречаются люди абсолютно, абсолютно из разных средств. И где, помимо всяких событий каких-то, да, происходит лекция, потом происходит общение, то есть, как бы, энергия в трене, да, понятно я говорю, да, энергия в трене. И мы зашли, на самом деле, по-моему, с «Газпром нефть» заходили с этой историей, долго писали, нам отказали, но, как бы, еще где-то отказали. Ну, и, как бы, есть, ну, понятно, да. Но, собственно говоря, понимаете, круто было в условно 60-х годах, да, когда мы все помним политех, когда мы помним там замечательных поэтов, когда было некое объединение, там, поэтов, физиков, тех, всех. Сейчас это, сейчас это отсутствует. И, а, 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 как бы, дальше здесь уже есть пространство, да, где люди варятся, да, они уже, как бы, они уже, как будут выпрыгивать оттуда. То есть, просто создать, как бы, создать среду, да. Вот здесь же тоже есть среда, да. Но это, как бы, но это между, как бы, это между, это между мультиком, мультиком, цирком, лекторием, да. То есть, создать среду, но чуть-чуть подрезать мультик. И чуть-чуть подрезать цирк. Я люблю цирк, я люблю мультики, да, но как-то, как-то чуть-чуть добавить. То есть, ты можешь, ты приходишь туда, ты можешь пойти, просто можешь пойти там, посмотреть, у него очень крутая была идея, посмотреть там проекции ведущих музеев, да, ты можешь послушать лекции по архитектуре, ты можешь послушать лекции по кино, ты можешь послушать лекции по театру, да. при этом как бы мы конечно хотели тащить максимально у кого-то мы знаем в мире до каких-то людей там очень крупных да потому что меня поразило в питере есть такая я не знаю кто знает нет не знает есть такая выдающая выдающийся архитекта захар ходить до она беда там великий архитектор современности я говорил с несколькими ребятами в питье достаточно образованным культурно они вообще не знаю то есть это нужно прорывы из как бы нашей серости просто мы закапсулировать я мама и к сожалению наша серость она только растет потому что сейчас же мы на всякий случай от всего ограждаемся чтобы ничего не проползло враждебное но и на какой-то путь это путь деградации можно в связи с тем что вы сказали как вы относитесь к такому вот таком люте пространству который сейчас в питере о котором мало знают новая сцена александринки я очень круто отношусь я во-первых что сделал покин покин молодец я считаю что это одна из лучших сцен технологически вот стране я что выдающийся сцен я считаю что наполнение современным театр это очень хорошо я считаю что спектакль это бывает разные они бывают более удачные и они бывают менее удачные это абсолютно не имеет никакого значения потому что как бы все равно как бы это место условно силы на мой взгляд и там довольно крутые зрители которые смотрят конструктуальные спектакли которые умирают засыпают иногда иногда хотят заезать вену но смотрят это уже хорошо они там замечательные спектакли это круто а кроме спектакли я имел ввиду и рукой что там организованы так зоны и многие вещи абсолютно правильно мне рассказали я еще не был в Москве посетил он мне рассказывал они все это правильно делают они все это правильно делают у нас в город 5 миллионов вот вы своих раз вас не дали денег все но с Хокином но Хокин да но у Хокиного трехтета он молодец потому нет там пространство часто свободно ну конечно конечно но я могу сказать у нас теперь у нас год 5 миллионов правильно у нас на 5 миллионов очень мало событий мне кажется как бы у нас как бы у нас какие-то люди начали появляться молодые кому-то что-то интересно но мы можем насыщать насыщать бесконечно вот нам нужно иначе чуть-чуть вырасти на мой взгляд просто добрый день про немного другое хочу вам или вы можете просить ну ваш больше вашего отца трудно быть богом насколько реальная ситуация представлена в эпидемии может быть не в семнадцатом году в двадцатом, двадцать пятом как вы к этому относитесь ну может может ну как вам как вам сказать давайте пойдем пойдем с другой стороны давайте представим себе депутата Милонова и обрядим его средневековые одежды дадим ему меч повесим вот такую фигурину и сделаем и сделаем из него не знаю начальника департамента справедливости может такое быть да вот здесь много здесь много пяти таких как маломеняемых каких-то маломеняемых людей понимаете как бы существует определенная странность вот голодец мое любимое выступление два дня два дня назад значит выступает и говорит у нас много уезжает не нравится голодец она на самом деле говорит адекватная баба и правильно говорит много уезжают но и будут уезжать потому что все не хотят так собственно говоря трудно быть богом а трудно быть богом может быть может быть да почему потому что абсолютно очевидно что мы находимся в предвоенной ситуации абсолютно абсолютно очевидно что это столкновение которое идет с двух сторон я как человек который снял последний русско-украинский фильм и начало снимать в двенадцатом году и соответственно никто не знал что будет мы как раз снимали непропетровский там неподалеку от всего происходящих происходящих событий я могу сказать у меня части коллектива воюют друг с другом что на мой взгляд ужасно да те кто те кто работают а поэтому как бы мы абсолютно идем исторически вот к этому да вопрос как вы относитесь к инициативе михалкова взимать с каждого пользователя интернета определенную сумму денег для обеспечения авторских прав слышали? вы знаете как пользователь интернета который старается не платить за контент потому что я не понимаю зачем надо заплатить 300 рублей если можно посмотреть так ну я не люблю как кинематографисты начинают вот это вот разговаривать я всегда плачу да не так не знаю ни одного который платит как бы кинематографисты вообще профессия живая я чего платить не хочу как человек как человек который видит свой фильм на всех возможных торрентах сайтах типа тушканчик.net и в отличном качестве который ничем не отличается от платных ресурсов но там надо заплатить 299 рублей а там не надо заплатить я конечно понимаю логику вот а а а а а поэтому поэтому а 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 у а а а а в вполне себе в успешных школах и вузах. Некоторые сошли с ума, правда, надели золотые цепи и начали писать с англицизмами, что не понимают по-русски, но это ладно. Некоторые, как бы, вполне себе встроились в американскую систему и преподают там в Беркли и так далее. Надо сказать, что все довольно одиноки, потому что у меня есть замечательный учитель математики, который очень любил мне звонить в 7 утра, потому что ему было там одиноко, ну и подешевле. Ну вот, значит, и в себя просил мне показать его фильм, прислать DVD. Я ему говорю, послушайте, ну вот вот, откройте этот сайт и посмотрите, пожалуйста, вот бесплатно. Зачем? Вот мне сейчас на почту, ну мне лениво идти, 7 утра. Я в 5 утра пришел домой. А вот. Он говорит, нет, не могу, там вирусы. Я говорю, нет там никаких вирусов, поставьте, у вас же есть это там Нортон антивирус, посмотрите. Он говорит, нет, я не могу. Вот я его уговаривал, так я ему диск не послал, а он, по-моему, не посмотрел. Ну это как бы разница в менталитете. А тебя че ему? Какая ему разница? Еще один вопрос. Вы говорите, многообразие стончается. Я ничего не слышу. Еще раз, слышно, да? Да. Вы говорите, многообразие стончается. Что же будет с Родиной с нами? Тебе тоже непонятно. Ваше ощущение о том, что должно дальше делать. Ну, у меня ощущение, я могу сказать, у меня ощущение, у меня ощущение довольно печальное. У меня, вопек, меня очень заботит, что многие уезжают. Причем, ребята, которые не хотели уезжать, нужно ли они бояться? К вопросу депутата Милонова, да? Дальше. Значит, первое, как бы, единственный, на мой взгляд, способ, это, как бы, воспроизводить думающих людей, мыслящих. Потому что, потому что иначе, как бы, мы, Петербург станет, условно, городом Тампера. Я хорошо отношусь к городу Тампера, но культурного влияния на планету город Тампера не оказывает. Наверное, нет, может, там что-то есть, там, какой-то выдающийся кто-то, да? Но, в принципе, это прискок статистической погрешности. Это очень плохо. Как бы, что, как бы, что надо, что надо делать? Я считаю, я считаю абсолютно, я считаю невероятно опасными вот эти все, все истерические вещи про то, что запретить все. Запретить все, как бы, на всякий случай, да? Это первое. Я считаю, что, условно, гик-пикник не должно быть там, условно, не один, а 135. Ну, я условно, 135. Я считаю, я считаю, что, если говорить по Питеру, да, ну, не поможем, я считаю, что, как бы, культурных институций, некультурных, научных, каких угодно, должно быть больше. Да, вот сейчас, допустим, есть кинотеатр «Родина», как вы знаете, из него там хотят сделать зачем-то синематеку. Я, в общем, этого не понимаю, но, ну, понятно, что, как бы, хотят, как бы, сесть там, бабло извлечь под благородные, под благородные цели, да? И вот, мне кажется, дело не в синематеках, а дело в пространстве, где, мол, где, где... к чему я привязался, потому что, как бы, синематика бессмысленна уже. Можно все посмотреть в интернете. Должен быть, как бы, гораздо более сложный организм. Вот только так. Вот только, как бы, вот только так, потому что мир двигают умные, правильно? Мы живем, как говорит в моем любимом сериале «Теория большого взрыва», альфа-самцы – это, собственно говоря, интеллигентные ребята, которые работают или учатся в Массачусетском технологическом. Вот, если их не будет, это все, как бы, это все, как бы, в медном тазе, потому что можно строить сколько угодно ракет, но потом какой-нибудь американский несчастный, маленький, хилый Рабинович или не Рабинович, или Индус придумывает какую-то штуку, которая это все отключит, и все. И как мы будем ковать щит Родины? Я всем пытаюсь доказать начальникам, я пытаюсь доказать одну простую вещь. Если вы хотите, как бы, чтобы у нас летали ракеты, создавайте условия, чтобы умным было комфортно в стране, разным умным. Если вы их будете пугать, то условные американские, они уедут, и условные... Понимаете, как бы, вот и все. Самое, мне кажется, апогей идиотизма это открытие Олимпийских игр. Когда, значит, там буквы, но которые связаны с Россией, там часть людей, которые уехали. там Секонский, там Набоков, по-моему, ну, ну, это же глупо. Сделать, чтобы не уезжали. Что вы всеми делаете, чтобы уезжали? Вопросы. Как вы относитесь к контрактивному кино? Передайте, пожалуйста. Как вы относитесь к контрактивному кино? Вот к тем фильмам, которые сейчас появляются, 3D, 7D, являются ли они купительными для развития российской культуры и, в принципе, как через смысл на кино? А кино абсолютно точно, кино абсолютно будет меняться. На самом деле, да, потому что кино осталось как развлечение. Все эти разговоры про невероятно успешное, сложное кино в мире это все гернда собачья. Как бы, потому что большинство начальников крупных фестивалей, с которыми я общался, они говорят, что это постоянно сужающиеся, сужающиеся резервации. Соответственно, как бы, поскольку кино абсолютно четко становится развлечением, да, потому что, как бы, функция общения и так далее, очень многое взяло на себя социальные сети. Оно, естественно, оно, естественно, будет развиваться. Но, в принципе, мне кажется, что технологическая революция придет, опять же, в синергии, да, как бы, когда индустрия компьютерных игр будет сливаться с индустрией кинематографии. условно, те приемы подачи сюжета, которые условно, да, есть в этой самой «Битве престолов», «Игре престолов», «Не зачем-то убили снова», значит, она плавно, она там плавно перетекает в «Ведьмак-3», да, вот-вот-вот-вот-там-вот. А два-да-четыре, с запахами, не запахами, я не знаю, все пока такие, какие-то такие технологии очень, как бы, очень усово, они не промышленные. А вот вы уже назвали несколько сериалов, а как вы сами для себя оцениваете возможность поучаствовать, снять на пути сериалов? Интересно ли вам это? У меня есть товарищи, которые в Питере хотели, то есть в России, хотели сделать несколько крутых сериалов. Значит, закончилось это, закончилось это печально, потому что, как бы, на втором сезоне им там в три раза срезали бюджет, и вместо того, чтобы снимать в нормальных декорациях, они начали снимать в играх, да, как вы понимаете, некорректно сравнивать американский сериал и русский сериал, есть там отличный сериал, просто зовите Соло, да, он отлично, хорошо сделан, и так далее. Можно ли такой сериал сделать в России? Нет, нельзя. Да, почему? Потому что, как бы, нет денег, нет интенций, и потребитель телевизионного, потребитель телевизионного контента, это человек абсолютно определенный, да, это как бы, это условно человек с другими мозгами, и их вполне абсолютно устраивает, что идет себе по телевизору. Зачем он сложнее? Зачем вообще кому-то сложнее? А поскольку у каналов нет конкуренции, да, и поскольку, а конкуренции нет, поскольку, как вы понимаете, телевидение – это вещь идеологическая, а поскольку телевидение – вещь идеологическая, то, как бы, она рекламентируется, да, то в России это просто как бы реально невозможно. Было бы круто сделать условно, опять же там, теорию большого взрыва, но там про наших физиков, я не знаю, там, Новосибирский. Было бы это круто, ну я условно, да, было бы это круто, да, было бы. Было бы круто сделать, как бы, русский, там, городской фэнтези. Да, это было бы круто. Возможно, нет. Ну, мы бы сделали, была отличная книга Панова, Тайный город, не знаю, кто-то читал, кто-то не читал, и так далее. Сделали позорище по РЕН-ТВ, там, входит в каких-то этих самых, в пенопластовых каких-то там доспехах, какие-то люди, которые изображают в пропитые, там, приходят к киноактеры, видно, что он пил всю ночь. Он такой, он говорит, я эльф. Ну, какой ты эльф? Иди, снимайся, дальше милиционера играть. Ну, вот, как бы, нет, не нужно, нет других писателей. Вот что проблема. А почему, потому что нет аудитории, а почему нет аудитории, тогда сбегает. Это проблема, это проблема. Все сбегает, потому что депутат местный, ну, я условно говорю. А вот. Это непонятно, чего я вот так вот эта вся кейская история заботе. Мне кажется, патологическая какая-то, мне кажется, патологическая какая-то история. Мне кажется, это какая-то внутренняя. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. У кого что болит, тот о том и говорит. разговаривается, закроет тебе пикник это. Скажите, пожалуйста, а как вы считаете, есть ли сейчас какой-то заказ от правительства на какое-то конкретное место? Или его сейчас нет? это просто на местах конкретные люди просто имеют желание вот сделать тот или и другим. смотрите, что хотят, что хочет сделать власть? Как бы, власть хочет сделать и разумно, и неразумно. Она говорит, мы хотим, чтобы у нас были интересные фильмы, после которых мы, мы бы любили больше Родины. вполне себе адекватная задача. Я просто скажу такую вещь, которую я, если вы думаете, что это цензура есть только у нас, это не так. Ну, я вам могу сказать, что меня вот цензурируют, допустим, в наших изданиях и в английском. Ну, к примеру. Я вам что-то сказал, что-то сказал, там BBC по Украину, они фигак и обрезали. То же самое я чуть-чуть сказал в наших изданиях. Поэтому соотносится. С другой стороны, это не очень коррелируется с тем, что как бы, что люди боятся развивать что-то другое, да, потому что, как бы, нам не нужны, да, нам не нужны умные, нам нужны верные, да. Но этого баланса нет. Мало того, насколько я понимаю, они сами не могут в Кремле договориться. Насколько я понимаю, там как бы существует несколько, как бы, центров, которые, в общем, конкурируют. Отсюда вот эти все шарахани, которые происходят. Но, в принципе, как бы, поскольку страна живет в логике, как бы, военной, людей, то, безусловно, как бы, идет некий курс на консолидацию, некий курс на консолидацию мнений, да. но вот это вот, это вот такая, как бы, это такое, как бы, такое время, к сожалению, да. Но, понимаете, здесь же еще, здесь же еще какая, здесь же еще какая, какая история. Здесь же еще очень много умельцев таких, которые, которые реально, реально хотят повысить любовь большого начальства, если он маленький начальник, он должен повысить любовь большого начальства к себе. Как бы, работать же сложно, да, сложно там заниматься проблемой инфраструктуры, правильно? Это, или сложно, а как бы с духовностью бороться, что? Взял там, поборолся, все написали об этом, проблемой. Еще виноваты журналисты, на самом деле. Потому что, как бы, часть журналистов, вполне себе адекватных изданий, это все еще раздувает. Потому что, ну, как бы, были адекватными ребятами на вашу любопанно весят к маразму, то, как бы, этого было бы меньше. А когда человек видит, что там, он призвал выиграть из стороны аплогета чего-то Мерлина Мэнсона, условно. Кому нужен Мерлин Мэнсон? У кого-то, да? Ну, а это все, это все растиражировали везде. Ну, и вот, получилось, теперь еще кого-то выгонюши. Последний вопрос. Алексей, какой ваш самый любимый фильм, где смесь технологий и любви взрослый раздрогнул. Я не видел что-то этой поры, я не знаю. Ну, конечно, оно и есть. Да я, послушайте, я, 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 я не разделяю. не разделяю я детские фильмы на диске стал таким растяжимым понятием будем гонзилла детский или не детский последний мне очень нравится но как бы награде детский но там после 12 лет или ребят которые ребят которые или вачовский последних на мой взгляд отличный но почему-то не нравится может детский ну наверно детский мне очень нравится как бы я вообще я вообще считаю что когда кинематографисты начинают говорить что они только смотрят кино 1913 года в черно-белом варианте немецком и вот это странно мне кажется что крошка раз честно не знаю ответил не ответил я смесь смесь что вы имеете до из коммерческих последние вачовский начинается от восход юпитера заход из некоммерческих я не я много буду называть ну да а сладкая жизнь очевидно абсолютно весь этот джаз ну и давайте рублева а а сколько мне очень нравится фильм папа гребского который называется простые вещи мне очень нравится название но мне кажется как бы чистый прекрасный замечательный фильм как бы мне в общем в общем мне нравится левиафан да это не совсем моё кино но мне как бы оно нравится да и он молодец что он молодец что это сделал я считаю что отличный фильм бригады петя пусового потому что как бы и главное что он абсолютно искренне то что петя сам такой мы с ним учились в институте он себя ломал кому-то челюсти и он как бы и он был абсолютно прекрасен своей искренностью подошел ко мне куся на первом мудры мочи долго суши чехова нас давать читал что что но крутой фильм не в нем не очень скальпы а вот что это играть сакове я прошусь как бы иронично безразлично а мне мне кажется что самое интересное у нас концентрировано вот сейчас как бы в молодых ребятах почему очень много работал дать сквоз коррекции кого-то не нравится когда я считаю что достойный да вот спасибо спасибо большое надеюсь вас надеюсь вас не закроют вот вот спасибо ой хотел